Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Мигуфифа, этот август уже начался, очень жарко, но будет сейчас еще жарче, хотя казалось, что уже некуда. Мы сегодня с вами смотрим жеребьевку на кубок мобильных фиферов 2023. Вы меня спросите, почему я должен смотреть эту жеребьевку и какое отношение я имею к данному турниру, а я вам отвечу. Я участник этого турнира. Неожиданно, но участник. Но прежде чем мы посмотрим жеребьевку, давайте я введу вас в курс дела, собственно расскажу про этот турнир, как он был создан и как я достаточно неожиданно оказался в числе участников данного турнира. В общем организатором является Петя с канала LameFood, далеко не последний, кстати, человек для моего канала. Именно он начинал раскручивать этот канал, когда он только родился. Он помог быстрее добраться до моей первой тысячи подписчиков на этом канале. В общем он вдохновился, я уж не знаю чем, возможно кубком фиферов, который в данный момент проходит, и решил создать турнир. Но пока в таком пробном тестовом режиме, поэтому в данном турнире будут принимать участие 16 человек. В дальнейшем, возможно сразу после завершения этого турнира, будет следующий турнир уже более большой, более серьезный, на, например, 32 участника. Это посмотрим, это я уже не знаю, так как я не вхожу в число организаторов этого турнира. Почему неожиданно оказался в числе участников? Да потому что я в FIFA Mobile играю редко от слова совсем. Последний раз, когда я очень активно играл в FIFA Mobile, это был март-апрель этого года. Соответственно, я думал, что я просто банально не потяну требования кубка. То есть у меня будет слишком слабый состав, ну и что мне туда идти, как бы просто позориться, отлетать от 7 по 0.7 по 0.10, как бы никакого удовольствия это явно не принесет. Потому что я изначально думал, что у меня очень слабый состав, думал, ну рейтинг там будет 90-93, что-то в этом районе. Но пару дней назад я с удивлением зашел в FIFA Mobile и обнаружил, что рейтинг моего состава 103. То есть с этим вполне себе можно было работать. Тем более нам до жеребьевки дали 3 дня на то, чтобы апгрейдить свои составы. Ну и собственно, я вывел состав до очень неплохого уровня, я вам скажу. Сейчас показываю вам скрин финального состава, который изменять больше нельзя, улучшать тоже. Ну и раз такой, как мне кажется, мощный, вполне себе боеспособный состав собрался, достаточно быстро, и на мое удивление этот апгрейд происходил, то я подумал, а почему бы не поучаствовать? Ради интереса, ради прикола, может быть где-то ради хайпа отчасти. Почему бы не поучаствовать под лозунгом «Главное не победа, главное участие». Тем более для меня это первый кубок FIFA, в который я вообще ввязываюсь. Пусть мобильных, пусть пока вот такой пробный, так скажем, турнир тестовый, но тем не менее. Первый, он и есть первый. Поэтому разрешите мне забрать у вас еще несколько минут, подтянуть интригу с жеребьевкой до последнего момента, и мы с вами сейчас посмотрим мою реакцию на анонс, потому что вчера Петя выпустил на своем канале анонс данного кубка. Я в этот момент, как обычно, стримил свою любимую карьеру за Palermo FIFA 23, ну и решил устроить такую спонтанную реакцию на анонс кубка мобильных фиферов. Поэтому смотрим. О, кубок мобильных фиферов! После долгого отсутствия на канале я возвращаюсь. Мне даже интересно стало, насколько долгого отсутствия сейчас. У меня на основном канале 4 месяца, по-моему, видосы не выходили. У тебя? А, месяц назад это еще был прогноз, а потом 5 месяцев перерыв, понятно. Ну, кстати, нормально. Спасибо большое Михаилу Игнаткину на то, кто сподвигнул меня это сделать. Я бы сам, наверное, не додумался даже и не вернулся бы вообще на YouTube. Аплодисменты Михаилу Игнаткину. Да, что я тоже даю, что я Игнаткину на скрин приведу здесь прям, то меня прям торкнуло, и я решил, что это сделать. Торкнуло. И торкнуло, извините. Кубок мобильных фиферов 2023. Ууу! Ууу! Какой пафос! Ууу! Это анонс, это анонс, ребят. Это не жребо, ничего, это просто анонс. Жребо, надеюсь, выйдет сегодня же, если все успею. Надеюсь, что ты все успеешь. И мы успеем протестить, протестить, говорю, заценить в таком же формате жребо. Такая это моя окончательность. Там ничего больше меняться не будет. Вот, моя команда. Извечайте, скриншот. Я вначале подумал, хотел Реал делать, но потом все мои рейтинги реалские уехали по домам. Ну, типа, у меня, конечно, парочку народу есть, но у меня даже Эдромилитау я его продал, потому что он по рейтингу был низковат. У меня из Реала остались кто? Родриго на банке, как Супер Сапчик. Все создано, все ждет, ожидает только, чтобы все началось, чтобы прошел жребий, и мы стартовали. Зная тебя, турнир может начаться через полгода. Участник в 16, я сейчас всех вам их назову, вы по-любому найдете. Шуршаня, ты что, ищешь листочек? Фамилии, за кого можно поболеть, за кого можно там... За кого можно болеть. Какие могут быть варианты? Что-то сделать в любом случае. Что-то сделать. Боюсь спросить, что? Первый участник, Петр Рустинов, естественно, я и Уже Динство. Как же, Кефир участвует в своем турнире, я не буду участвовать. Ну да, ты и команду создал, и сам не играл, так что нормально. Лагин, Эдгарус, канал Эдгарус, поскольку вы в описании найдете. Про это речь и идет. Где? Ссылки. Гоша Милюков, Микуфифа. Е, 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 е. В описании легенда. Считаю, коллега, это подписчиков мои, и вообще, в принципе, легенда. Ютуба. Михаил Игнаткин. Благодарю. Тема Пушкин, Александр Сидоров, Артем Конев, Иван Лутак, Бургер Кинг. Иван Лутак и Бургер Кинг. Кстати, спасибо за то, что они согласились вообще участвовать. Это с канала Микуфифа, они пришли, так сказать, позаимствовал их. Да. Спасибо им большое, спасибо Гоша, что вообще ответил. Рады стараться. Бесель твоей. И на канале, кстати, он тоже ответит. Я только хотел об этом сказать, думаю, ё-моё, надо же светить эту хрень. Тоже такой видос, типа, выпусти с анонсом, что, типа, я участвую в первом кубке фиферов в своей жизни. Правда, за кубок мобильных фиферов, но не важно. Иван Селиваненко, Игорь Белоус, Коля Пятер, Артем Саблин, Александр Королёв. Зачитывает, 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 дырпачок, пацаны, зачитывает, зачитывает. Быстрый, платиновый, платиновый альбом, быстро, 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 быстро. Групповой этап, три тура в групповом этапе, в каждой группе у нас три. Всё по классике. В это время Кефир, который скажет, что для него через пару лет классика станет швейцарка. Четыре группы, группа А, группа Б, группа С, группа Д. Извините, я не могу не удержаться смеха, во-первых, потому что веселее было, когда ты выкатил днём список народу в лиге, 12 человек нормальные, последние четыре. Это кто? Это кто? Кто это? Кто? А кто нахрен шестнадцатый? Это во-первых. Во-вторых, как ты представил группу, типа, смотрите, внимание, группы будут называться так. Группа А, группа Б, группа С, группа Д. Желебно пройдёт. Плей-офф, у нас ответных матчей не будет. Вот. Выходит из группы 2 по 2. По 2 игрока выходит из группы, по 2 команды. Ну, 2 участника. Да, мы поняли, спасибо, Кэп. Было тяжело, но мы поняли. Одна четвёртая, одна восьмая, одна четвёртая, полуфинал, финал, всё такое. А матч за третье место, а приз зрительских симпатий, вот этого. Вся отзора матча будут уходить у меня. У кого есть канал, у них будут уходить матчи. У них по 100% будет уходить. Да. Если я найду программу для записи, чтобы без водяных знаков, без всё, чтобы нормально записывало. В общем, у кого будет уходить, я буду вас оповещать. Всё, всем спасибо, я об этом буду делать. Вот. Буду оповещать. Какой пиар будет, боже. Хотя я среди тут нас всех самый крупный ютубер. Ну ладно, кроме Пети, конечно, конечно же. Это там, а вот ещё раз повторюсь. Всем пока. Всё. Такой вот спонтанный бой. Ну, в общем-то, всё, вы поняли. Мы поняли в дурку его, ребята. В общем, ещё больше информации будет. Всем пока. Не, конечно, заставка красивая. Я ничего не могу сказать. Но меня больше вопрос другой смущает. Вот только сейчас, когда вторую заставку конечную показали. Кубок мобильных фиферов. Ну, картинки, вот эти моментики празднования игроков, показаны из обычной фифы. I am disconnect. У меня когнитивный диссонанс начинается. Немножко. Что же будет вообще? Это анонс, это анонс, ребят. Это жреба, ничего пока. Я или как там это было? Вот. И плей-офф там с одной какой-то там. Дальше там одна четвёртая, ну, одна восьмая, одна четвёртая, полуфинал, финал. Там всё такое. Полуфинал, финал. Просто как рэпер сказал. И раунд. На словах очень трудновато, если не объяснить, не знаю. Если что, то спешу прям текстом жёстко-жёстко. Жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко. И также, кстати, некий, запомните, пожалуйста, потому что имён и фамилии. Подождите, где моя ручка, где мой карандаш? Я записываю некий, подождите. Подождите, не могу бумагу найти. Ах, какая жёсткость. Пока. А теперь, барабаны дроп. Самое крутое интро в истории Кубка Фиферов. Самое крутое интро за всю историю Ютуба. Самое крутое интро любого турнира. И... Ну вот, в курс дела я в вас вёл. Даже где-то повеселил, я думаю. Теперь можно приступать к просмотру жеребьёвки. Про интро я уже говорил, сделан на классном. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лейнфуд. И у нас, наконец-таки, стартует жеребьёвка группового этапа Кубка Мобильных Фиферов КМФ 2023. Под руководством моим, собственно, группы у нас, кстати, заполнены, как вы видите. Но игроков-то нет почему-то, а вот почему. Они у нас находятся в общей корзине. Господи, сколько ж миллионов ушло у Пети на организацию данного турнира. Вы посмотрите, сколько ж киндеров ему пришлось съесть. Во-первых, просто плюс диабет у него. Во-вторых, сколько ж пришлось купить этих самых киндеров. Ну, я говорю, это очень серьёзный турнир. Он очень серьёзно замутил эту организацию. Говорю, миллионы туда буквально вбуханы, как кефир, короче. Если не смотрели анонс, то перейдите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии найдите. Там есть все объявления участников, регламент турнира и прочее, прочее, прочее. Стоп. Мне вот после этой фразы сейчас интересно стало. Он забыл в тот раз ссылки на всех участников сделать в анонсе. Я ему вчера на стриме напомнил. Говорю, давай, добавь ссылки в анонс вниз в описании. Сейчас специально при вас прерву реакцию, проверю, есть они там или нет. Ну, шо за дела? Ну, ёпара с этой. Ну, где ссылки? Говорит, спасибо, что напомнил. Где они? Ссылок я не вижу, блин. Надо будет, значит, ещё раз напомню. Петя, если ты смотришь этот видос, добавь сюда ссылки. Хотя бы участников некоторых, у которых хотя бы ютуб-канал есть. Потому что я такую ремарку сделаю. Не у всех участников Кубка Фиферов есть свои ютуб-каналы. Поэтому большинство матчей Пете придётся на свой канал выкладывать. Но те, у кого есть ютуб-каналы, те, конечно, разгрузят нагрузку. Тафт от автологии разгрузят, собственно, объём работы для Петиного канала. И будут выкладывать матчи со своим участием на свой канал. Собственно, я этим тоже буду заниматься. Такой вот исток. Группа А, группа Б, группа С. Каким пальчиком показывает, видали? Да-да-да-да-да. Давайте из общей корзины вот так вот просто перемешать. Самое гениальное перемешивание, которое вы видели в своей жизни. И возьмём... УЕФА со своими жеребьёвками Еврокубков просто отдыхают. Группа у нас будет А, Б, С, Д. Очень, конечно. Интригующее название, неожиданное. Но я, наверное, насчёт этого уже рофлил вчера на стриме. И нам выпадает Коля Пятин. Не знаю такого, если честно. Пожалуйста, запоминайте линейки. Тут есть парочку человек, которые я знаю. Например, даже двое именно от меня перешли. Вот. Из моей беседы мы там с Петей обсуждали как бы этот турнир. Они такие, о-о-о, что за турнир? Мы тоже хотим. Типа, можно ли нам? Вот. И перешли от меня, считайте. К нему тоже поучаствовать в этом кубке. Я некоторых людей знаю. Может быть, половину из всего состава участников я знаю. Поэтому я не видел пока их составов. Они, конечно, скидывали в беседу нашу свои составы окончательные. Ну, кто как, да? Кто-то вот скидывал, потом ещё апгрейднул и финальную версию пока не скинул. Короче, я пока большинства команд не знаю. И прогнозов пока делать не рискну. Сейчас посмотрим жеребьёвку. Для меня пока, вот до жеребьёвки, группа смерти, это так, где будет слишком много знакомых мне людей. Собственно, для меня пока это будет определяющим. А вот уже после жеребьёвки можно будет смотреть уровень проходимости группы из рейтинга составов. Потому что, ну, сложно определить, как наши участники умеют играть. Поэтому лишь пока на цифрах голая сухая статистика будет у нас определять это всё дело. Группа С. Группа С у Коли Пятина. Я его не знаю, поэтому... ...пока для меня это ровно, если честно. С одной стороны, какая-то, ну, такая, конечно, прикольная домашняя халтурная обстановка. Знаете, как у всех начинающих ютуберов, да? Вот такая вся обстановка жеребьёвки. С другой стороны, удивительно хорошо снято. То есть качество очень хорошее. Достойно, в принципе, камеры, поэтому пойдёт. Следующий участник. Кто же это? Бургер Кинг. Вот, кстати, один из двух участников, которые перешли из моей беседы ВКонтакте. Кстати, ссылки на все мои соцсети есть в описании. Там группа ВКонтакте, там, собственно, беседа ВКонтакте. Вот, Телеграм-канал, где будут выходить анонсы видосов и стримов, как бы, результаты покупки фиферов. Вот это мы будем обсуждать. Короче, полезные, я считаю, ссылки. Собственно, Бургер Кинг один из тех, кого я знаю. Это будет жёсткое противостояние. Он заядлый болельщик Барсы, прям такой ярый. А я болельщик Реала в реальной жизни. Но он пока в группу Д улетает. Мега пафосно, я резко вытащил их. Игрок номер три. Кто это? О, а вот и товарищ кефир местного разлива, так скажем. Класс. Группа. Ну, кстати, символично. Я не знаю, правила такое действуют или нет, но как будто бы команда-хозяйка того же, например, Чемпионата мира, просто насчёт евро я не знаю, она вроде как самая, естественно, первая автоматически отбирается на Чемпионат мира, и она занимает, по-моему, группу А, если я не ошибаюсь. Вроде как мы играли на Чемпионате мира в нашем домашнем группу А, поэтому получилось символично, реалистично и прикольно. Типа, организатор в группе А, всё хорошо, всё нормально. Четвёртый игрок, ну тут понятно, что в группу Б он улетает, но кто это будет? А его я, кстати, не знаю. Такого товарища я не знаю. Вот сейчас уже начинается поинтереснее, потому что уже все группы заняты хотя бы одним участником, сейчас будут уже противостояния какие-то вырисовываться. Сейчас будет интересно. Михаил Игнаткин. Ну, кстати, я его знаю. Более-менее один из идейных вдохновителей данного кубка, потому что он предложил создать турнир среди беседы канала Пети, и это очень самого Петю сподвигло на подобное создание турнира. Я хоть не организатор, но просто Петя об этом сам говорил, поэтому я знаю такие подробности. Он, собственно, к товарищу организатору и отправляется. Нормально. Организатор против идейного вдохновителя сразу в группе. Жесть. Это уже интересно будет. То есть для меня, в принципе, все те, кто я знаю, будут иметь повышенный интерес на этом кубке. Знаю такого. Может быть, не супер близко, не супер хорошо, но он играл в команде подписчиков в Lames FK, собственно, которая выходила на канале у Пети. Это я знаю. И куда же он отправится, собственно, в какую группу. Группу Б. По порядку так идем. Заполняем группы. Группа С пока осталась более-менее известной. Даже скорее наоборот, неизвестной больше осталась группа С. Во всех остальных группах уже знакомые мне люди есть. А в группе С пока лишь незнакомые мне товарищи. Ну и кто у нас в группу С отправится к этому Коле Пятину? Ой! Ой! Шутки кончились! Меня вытащили в группу С. Вот я добрехался, слушайте. Как раз Коле Пятину. Да что это сразу-то? Нет, давай до финала дойдем, там уже порешаем свои терки. Ну, что это сразу-то? Может оно и к лучшему. Не знаю. Очень хотел скинуть сыграть, но надеюсь, увидимся в плей-офф. Да, надеюсь. В плей-офф разрулим, если дойдем до туда. Потому что мне кажется, у нас Петя одни из самых слабых составов на этом турнире. Ну и кто он в группу D отправляется? К Бургер Кингу? Тема Пушкина. Ну, примерно знаю такого товарища. Мелькает очень часто в беседе у Пети. Вот так вот у нас пока сформировалось. Так, уже интересно. Кто следующий? Эдгар Кулагин. Так. Собственно, оформитель данного турнира, за что ему огромное спасибо. Он сделал очень достойный интро. Сделал вот эту вот превьюшку. Классную. Группа С попадает от группы Кулагина и отправляется в группу... Ой, 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 ко мне, ё-моё, ё-моё. Два болельщика Зенита встретились. Я предполагаю, что он все-таки является болельщиком Зенита, так как у него в беседе стоит рядом с ником эмблема Зенита. Ё-моё, что нас ждет? Зенитовское дерби практически. Сам себе в душу гадить буду, видимо. Андрей Есенко. Не знаю такого, если честно. Ник у него странный, конечно. Ген, главное, не буду читать. Ну, типа гений без пропущенной буквы И, да? Или другое слово с лишней буквой Н посередине. Это каждый пусть думает меру своей испорченности. Группа Д. Кто следующий? Вот, Иван Лутак. Еще один человек, который перешел из моей беседы в этот турнир, влился. Но я уже точно с ним не сыграю на группе, на групповом этапе. Группа Б. Иван Лутак отправляется в группу. Ну, пока достаточно ровно, мне кажется, группы идут. Без каких-либо очевидных суперсенсаций там. Или самые жестко непроходимые группы. Ну, чисто по именам, если я говорю. Составов я пока не знаю и не смотрел. Ну, и в группу А к Пете отправляется Игорь Белоус. Не знаю такого, если честно. Игорь Белоус. Вот это уже интересно. Группа вырисовывается прям очень интересно, потому что все мои знакомые, как бы все... Ну, для кого знакомые, конечно, понятно. Они же все и свои беседы перетекли. А для меня некоторые ли знакомые. Еще один Артем, кстати, остался. Я вспомнил из таких знакомых персонажей для меня. Погнали. Последний круг, последние участники. Итак. Александр Сидоров. Такого, кстати, тоже не знаю. Ага, группа С ко мне, понятно. Прикольно. Два ноунейма для меня, ребята. Если кто из вас посмотрит эту реакцию, не обижайтесь сразу. Артем. Вот. Про этого Артема я говорил, но он уже не ко мне попадет. Короче, я пока не знаю, быть довольным этой группой или нет, потому что я не знаю, какие у пацанов составы. Артем отправляется в группу Б. Там три из моих знакомых сразу в группе Б. Нормально. В группе Д пока двое, в группе С один, по-моему, человек, и в группе А двое. Ну, то есть сравнительно равные группы получаются пока, по моей степени знакомости. Вот такие у нас пока группы, уже две собранные группы. Осталось у нас два игрока, две группы. Надеюсь, больше сенсаций таких не будет. Ну, вот эта группа С, это, конечно, самая лучшая группа. Почему? Эта группа тоже неплохая. Ну да, я жду, говорю. Группа здесь даже почти не выглядит. Иван Селиванин. Селиванин. Ну что, группа у нас сформирована. Вот такие группы. Ну, Тедгара Кулагина я в единственном пока опасался бы. Остальных не знают. Надо опять-таки на составы смотреть. О-о-о-о, оформление подъехало, ребята, классно. Мне уже нравится. Ну что, Петр Кстинов, Михаил Игнаткин, Игорь Белоус, Александр Таралев. Я, кстати, вот думал по поводу оформления, если честно. Я такой сижу, думаю, даже у Петьки специально спросил, думаю, а что по оформлению? Она будет, типа, так как это тестовый такой пробный турнир, то будет она супер жестким или нет? Типа, ну, не знаю, как на Кубке Фиферов нормальным, знаете, там, превьюшки в едином стиле для матчей. Оформление в самом видосе, типа, всякие надписи, знаете, у них там вебка же в рамочку взята специально, в которой написано Кубок Фиферов, там, вверху над табло еще написано Кубок Фиферов 23. Я вот спросил, будет ли это? Петь сказал, да, поэтому я приятно удивлен такой организацией. Группа, конечно, жесткая, мне кажется, очень. Для меня особенно, потому что у меня состав, точнее, рейтинг 118. Ой, я, Тёма, у меня сколько, 120 сейчас, 121, 122, я уже не помню. 122, по-моему, сейчас состав, так что. Иван Лутак и Артём Конев. Ну, я тут сочувствую, наверное, не знаю, кому даже сочувствовать. У Ивана Лутака тоже, нет, у Ивана Лутака слабый состав, я ему сочувствую. Группа С. Коля Пятин, Гоша Милюков, Эдгар Кулагин, Александр Сидоров. Сочувствую Коле Пятину. Это ужасная группа для него. Уничтожен, да? Гоша Милюков, Эдгар Кулагин и Александр Сидоров, они очень жестко прокачались. Да. И лично сам видел. Но умение ручек тоже еще, принимайте во внимание. Это знаете, как мем есть, стоят два человека, один второму говорит, хочешь, я тебя поддержу морально? Он такой, давай, я тебя морально поддерживаю. И все, как бы. Вот то же самое, Петя сейчас, кому посочувствовать? Тоже, ну, честно, группа, наверное, очень самая жесткая из всех, группа Д, потому что все прокачаны. Группа Д жесткая. Даже не знаю, кому сочувствовать. Я просто говорю, я пока состав вообще не знаю, у кого какие, поэтому... Мне... Желаем тоже. Коша, естественно. Спасибо, спасибо. В общем, смотрите, давайте расставим так. Даже кошка в ахрене с такого состава. Все вышли, вот. С такой группы. Например, вот тут все правильно расставлено. Петр Устин, Михаил Игнаткин. Вот они все выходят. Я вот тоже за то, чтобы из группы вот так вышло. Гоша Милюков. Ой, с первыми пара. Спасибо. Ну, Ильгара, давай, да. Да, 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 да. Да, я тоже так думал. Да. И в группе Д я тоже с таким, в принципе, согласен. А тут... Ну, такое... Всем спасибо, с вами был Ильфут. Ну, ладно, пусть будет так. Все будут играть в каждой группе между собой уже в понедельник. Стартуем. Сегодня понедельник. В понедельник, то мы уже стартуем, собственно. А как? Воскресенье вечером где-то, то... А-а-а-а. Там уже расписание подъехало в беседе. Я просто пока ее не чекал специально, чтобы спойлеров не словить. Потому что я сейчас объясню. Тут маленькая заминочка, маленькая задержка была. Я очень хотел отреагировать и сделать реакцию, собственно, на эту жеребьевку в режиме лайв, потому что опять я выложил видос в режиме премьеры. Но видос не прогрузил нормальное качество к началу премьеры. Там было 360 пи, поэтому я такой думаю, нет, давайте мы с вами подождем 1080, чтобы реакция была на высшем уровне, чтобы качество видео было нормальное. Вот, поэтому пришлось немножко подождать. Ох, как тяжко было заходить на премьеру, вот так смотреть в настройки качества и при этом не спойлернуть себе группу. И при этом еще не смотреть в чат премьеры, чтобы там тоже спойлеры не наловить. И в беседу, собственно, нашего турнира не заходить. Будет, скорее всего, еще один ролик в понедельник с точным расписанием. Какой? А, расписание будет? Окей. Все, всем пока. Кубок мобильных фиферов. Ну да, вот примерно как-то так. Вот так-то как раз-таки. Я начинаю первый тур против Коли Пятина. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я говорю, опять-таки, повторюсь миллионы раз, я пока не знаю, какой у него состав, поэтому будет интересно, хотя бы ради того, что неизвестно, чем все дело кончится. Ну, примерно как-то вот так. Когда точно я играю свой матч на турнире, я пока не знаю. Надо бы, наверное, все-таки тоже написать Петье по поводу этого, спросить, чтобы жесткая организация была, типа, кто когда сможет и так далее. Или мы должны друг с другом договариваться. Это я пока не знаю, это я скоро узнаю. Но на сегодня пока все. Отправляюте все это добро монтировать и предоставлять вашему суду тут же, в этот же день, в понедельник. Поэтому всем спасибо за внимание. Пожелайте мне удачи на этом кубке фиферов. Это будет интересно, хотя потому что для меня это первый кубок мобильных фиферов. Поэтому будет что-то интересное и непредсказуемое. Спасибо всем за внимание. С вами был, как всегда, Мигу Фифа. Увидимся в следующих видосах уже на кубке мобильных фиферов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...